опять рулет скажете вы и будете совершенно правы всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду вот в этом ролике я вам уже показывал рецепт приготовления рулета из курицы если вдруг пропустили щелкайте и смотрите ну или заглядывайте в описании видео ссылка там будет сегодня хочу вам показать довольно замороченное праздничное блюдо но если вы хотите реально удивить гостей то это очень плохой вариант к тому же у него есть очень классные преимущества перед остальными рецептами все основные процессы можно провести за день а то и за 2-3 дня до праздника а в день че до подачи этого рулета на стол до доведения до кондиции нужно потратить всего 10 минут еще раз всего 10 минут интересно пройдем все расскажу и покажу я выцепил этот рецепт у совершенно замечательного блогера у маши резнур она подбрила его у другого автора ключевое отличие маша сторонник молекулярной кулинарии и этот рецепт у нее тоже не обошелся без специфических порошочков я к молекулярке отношусь с изрядным предубеждением и в силу своей мужиковатости да скажу честнее в силу своей быдлячисти считаю что молекулярной кулинарии это баловство с едой а мама в белую меня еще в глубоком детстве что баловаться с едой нехорошо поэтому я однажды решил сделать все то же самое что и маша только без использования транслюзминазы и прочих порошочков сначала надо ошкурить птицу для этого отрезаю крылья вот по этому суставу если считать от курицы то будем считать вот этот первый а это второй значит по второму фильм надрез по спинке и аккуратно снимаю шкурку для этого дела лучше выбирать птицу с самой плотной шкуркой чтобы не рвалась и так у меня получилось тушка и шкурка этот рулет в отличие от предыдущего куриного рулета я буду готовить только из грудки да и то похоже не из всей куры здесь грудастые вот так будет достаточно а теперь сборка рулета сначала подровняю шкурку чтобы получился прямоугольник отлично теперь пищевая пленка на нее кладу шкурку внешней стороной вниз чуть-чуть соли чуть-чуть сухого чеснока и чуть-чуть белого перца какие пряности будете использовать вы я не знаю быть может вообще только солью обойдетесь а теперь укладываю грудку вот так с небольшим смещением и начинаю сворачивать рулет делать это надо аккуратно и очень плотно аккуратно чтобы не порвать шкурку а плотно чтобы готовый рулет не разваливался а теперь все это заворачиваю в пищевую пленку как можно плотнее смотрите сворачиваю в натяг тяну и сворачиваю тяну сворачиваю если внутри остается где-то местами воздух надо помочь ему выйти при помощи зубочистки несколько проколов и продолжаю сворачивать вот так отрезаю лишнее а с этой колбасой поступаю стандартно скручиваю концы сначала с одного конца выгоняю воздух и прокатываю вот так а вот этот конец завязываю узлом а теперь аналогично поступаю с другим концом как можно плотнее чем плотнее свернуть тем плотнее получится готовый рулет и эту сторону тоже завязываю лишнее можно уже отрезать вот смотрите какая красота получилась а теперь надо сварить этот рулет в воде с температурой 65 градусов по цельсию до внутренней температуры рулета те же самые 65 градусов по цельсию решать эту нетривиальную задачу я вам предлагаю при помощи термометра внутрь кастрюли тарелку чтобы рулет не лежал на горячем дне наливаю воду кладу лет вставляю тимометр и включаю нагрев а на этой коробочке устанавливаю целевую температуру 65 градусов очень важно не перегреть не воду не рулет идеально точное соблюдение температуры гарантирует вам именно сочный результат температура воды в кастрюле поднялась до 65 градусов сейчас постараюсь настроить плиту так чтобы она держалась на уровне максимум 66 67 не выше когда готовы в первый раз пришлось подежурить у плиты минут 10 зато теперь точно знаю какую мощность на моей плите надо выставлять для такого вот размера кастрюли а чтобы не упустить момент готовности рулета щуп загоню вовнутрь все можно идти кампу и монтажить очередной выпуск кулинарной пропаганды слышу слышу уже иду сразу же перекладываю рулет в прохладную воду чтобы поверхность побыстрее остыла и так вот на этом этапе рулет внутри полностью готов может убирать его холодильник и хранить день два три а в день встречи гостей доставать его из холодильника снимать пленку подсушивать разогревать растительное масло для фритюра и думать о том какой гарнир вы приготовите но прежде гарнира я подумаю о соусе сегодня хочу пофантазировать на тему французского горчичного рублю мелко маленькую луковицу на сковородку кусочек сливочного масла и следом лук важно для этого соуса использовать именно сливочное масло причем хорошие она играет здесь очень важную именно вкусовую роль как только лук стал прозрачным добавлю сюда столовую ложку винного уксуса не надо плюхать сюда столовый уксус но нет у вас винного используйте хороший вкусный ароматный яблочный и практически сразу горчицу если будете класть острую кладите поменьше а я положу вот такую с зернами наверно пару чайных ложек прогреваю минуту и пару ложек сметаны сюда перемешиваю и убавляю огонь соус почти готов займусь гарниром сделаю наверное совсем легкий чуть-чуть цукини чуть-чуть кабачков слегка обжарю их вот на такой сковородке и знаете что думаю что к нежной куриные грудки отлично подойдет вот такая вот сладкая груша надо ее почистить не забываем про соус пожалуй чуть-чуть соли и можно выключать сразу переложу его в чашку так на сковородку маленький кусочек сливочного масла и грушу сейчас она чуть-чуть обжарится самое время класть в раскаленное масло рулет температура фритюра для этого рулета должна быть 190 градусов напоминаю что рулет у нас внутри полностью готов сейчас мы просто придаем ему аппетитный вид и вытопливаем шкур лишний жир цукини кабачки кстати тоже уже готовы можно перекладывать их на тарелку груша тоже готова но хочется добавить немножко аромата в плесну в коньяку это придаст я считаю дополнительных ароматов классных и они будут очень хорошо сочетаться с нейтральной курицей с нейтральными овощами вот эта сладость груши с легкими легкими конечными ароматами вот только посмотрите на это грушевый сок вытопился карамелизовался такие запахи стоят ну все снимаю с огня ее тоже на тарелку художественные беспорядки и рулет тоже обжарился его кстати можно и без фритюра готовить просто масло налить чуть-чуть побольше на сковородку довертеть почаще но во фритюре конечно цвет получается более равномерный излишки масла удалил можно резать правда красивый получился хорошо поджаренная шкурка хрустит ну совершенно другой вид нежели просто вареный вот такая красота получилась как считаете можно таким блюдом удивить дорогих гостей выпендриться так сказать я считаю что можно давайте пробовать начну с цукини очень тонкий вкус слегка хрумтит великолепно сочетается с горчичным соусом кстати я не сказал горчичный соус вам нужно управлять не только на соль но возможно и на сахар если у вас луковица даст недостаточно много сладости так давайте продолжать ломтик груши не очень сладкая не размякла в хлам с легким конечным ароматом соус придает вот такую легкую кислинку и сладость очень хорошо ну и наконец самое главное рулет как какая красота очень сочная ну это заслуга термометра слегка хрумтит шкурка идеально сбалансированное блюдо великолепно достойно лучших ресторанов еще кусок утащу если у меня когда-нибудь свой ресторан ну или я буду работать шефом в каком-нибудь ресторане то это будет обязательно в меню очень очень хорошо хотите удивить дорогих гостей или приготовить ароматический ужин для своей половинки смело берите на вооружение к этому блюду я считаю хорошо бы подошло легкое такое белое ароматное цветочное вино или яблочный самого спасибо за компанию всем пока